С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 14 июня. Всемирный день донора крови. Ежегодно в переливании крови в стране нуждается около полутора миллионов человек. Донором может стать практически любой здоровый гражданин в возрасте от 18 до 65 лет, имеющий вес не менее 50 килограммов. Кроме того, сдать кровь может иностранец, проживающий в России не менее года. Также сегодня Международный день блогера. Первым стал Тим Бернерс Ли, основатель интернета. В 1992 он начал публиковать сообщения о появлении новых сайтов. А в 1994 Джастин Холл, студент из США, первым начал вести в сети личный дневник. Через три года был придуман термин «веб-блог», что в переводе означает «сетевой дневник». В 1999 термин трансформировался в «блог». День работника миграционной службы России отмечается сегодня, а также у родившихся. В 1736 году появляется на свет Шарль-Агюстен Кулон, французский физик и военный инженер. Экспериментально установил основной закон электростатики – закон Кулона. В 1811 году появляется на свет Гарриет Бичерстоу, американская писательница, автор легендарной «Хижины дяди Тома». Главной проблемой для человечества – это дочь проповедника и мать шестерых детей – считала рабство. Успех книги превзошел все ожидания. 10 тысяч экземпляров было продано в первые же дни, 300 тысяч – в первый год. Критика называла «Хижину» боговдохновенным романом. В 1835 году родился Николай Григорьевич Рубинштейн – русский пианист, дирижер, педагог, основатель и бессменный директор Московской консерватории. Рубинштейн – первый исполнитель многих произведений Чайковского. Именно ему Петр Ильич посвятил фортепианную трио памяти великого артиста. В 1871 году в казачьей семье рождается выдающийся конструктор стрелкового оружия, создатель знаменитого пистолета ТТ и пулемета МТ, герой социалистического труда, лауреат Госпремии Федор Васильевич Токарев. А в 1924 году Владимир Салаухин – российский писатель, автор некоторых произведений «Владимирские проселки», «Капля росы», «Смех за левым плечом», книг, письма из русского музея, слово «Живое мертвое», «Время собирать камни». «Я слышу песню через поле, там, где дороги поворот, она волнует по неволе, невольно за сердце берет. Вся чистота и вся стремление, вся задушевный разговор, есть теснота и горечь в пенье и распахнувшийся простор». Эрнеста Гевара де ла Серна, он же Че Гевара, рождается в 1928 году. Товарищ Че – аргентинский революционер. Он участник Гватемальской революции. В 1956 году высаживается на Кубе вместе с братьями Кастро. Че Гевара написал ряд книг по теории и тактике партизанской войны. В апреле 1965 он отказался от всех постов и званий и покинул Кубу. Побывал во Вьетнаме, Конго, Боливии. А в октябре 1967 в бою с боливийскими войсками товарищ Че был ранен, захвачен в плен и убит. 1951 год. Рождается Александр Сокуров, общественный деятель, режиссер, сценарист, актер, мэтр русского киноискусства. Имя этого деятеля включено в список лучших режиссеров мирового кино по решению Европейской киноакадемии. В 1969 году рождается Штефи Граф, немецкая теннисистка. Она положила конец долгому царствованию Мартины Наворотиловой на Олимпе женского тенниса. В 16 лет она достигла полуфинала открытого чемпионата США 1985 года и пять раз подряд выигрывала большой шлем в одиночном разряде. В 1994 стала первой экс-чемпионкой Уимбулдона, потерявшей свой титул в первом же круге. Событие дня. В 1777 году континентальный конгресс утверждает звездно-полосатое знамя в качестве национального флага США. 13 красно-белых полос флага обозначают 13 штатов, первоначально объединившихся и создавших, собственно говоря, США. А число звезд на синем поле полотнища соответствует числу штатов страны. День национального флага США отмечается с 1949 года. В некоторых школах устраивают церемонии поднятия флага, а многие граждане просто вывешивают его из своего окошка. Айзек Фишер родился в 1834 году. Он, Айзек Фишер младший, запатентовал наждачную бумагу. Оказалось, что мелкие камушки на плотном пергаменте отлично шлифуют и полируют любую поверхность. Со временем изобретение американцы начинают использовать и для других целей. Кстати, помимо всевозможных бытовых способов, наждачкой пользуются и художники. Ее используют вместо холста при написании картин. В 1985 году подписано Шенгенское соглашение о постепенном отказе от пограничного контроля. 14 июня 1985 года его подписывают представители Бельгии, Люксембурга, Нидерланда, Франции, ФРГ на судне принцесса Мари Астрид посреди Мозеля в месте схождения границы Люксембурга, Франции и ФРГ. И получается название по ближайшей к этому месту деревни Шенген. Точка схождения границ именно этих трех стран была выбрана в связи с тем, что аналогичное законодательство об отмене паспортного контроля к тому времени уже применялось странами Бенелюкса. 1995 год. Террористический акт в Буденновске в ночь на 14 июня. Более 160 человек на трех автомашинах КАМАЗ и автомашине ВАЗ, переоборудованной под автомобиль милиции, по указанию и под руководством Басаева выезжают в Ставропольский край для нападения на организации и жителей одного из городов России. В результате погибают 130 мирных граждан, 18 работников милиции, 18 военнослужащих, свыше 400 человек получают ранения различной степени тяжести. Ну и последнее. 14 июня 1965 год. Записана песня всех времен и народов. Вчера, то бишь Yesterday. Ее мелодия родилась еще в январе предыдущего года, но долгое время она оставалась без слов. Окончательное рождение песни произошло в Португалии, где Пол отдыхал вместе с Джейн Эшер. Спустя три дня после их возвращения Битлз за два приема записывает Yesterday, ставшую одной из самых популярных песен легендарного квартета. Ее, вошедшую в альбом Beatles Help, Пол Маккартни назвал лучшим своим произведением. Она нравится мне не только потому, что имела большой успех, но и потому, что была одной из самых искренних песен из всех когда-либо мной написанных, сказал Пол Маккартни. Да, иногда то, что было Yesterday гораздо лучше, чем то, что будет tomorrow. С вами был Николай Пимненко в проекте DATA.